Гигантская невринома восьмой пары в черепных нервах. Пациентка 59 лет обратилась к неврологу с жалобами на слабость, головокружение. Неврологом выставлен предварительный диагноз ОНМК в вертопробазиллярном бассейне. При марте головного мозга в области левого мостоможечкового угла определяется крупное объемное образование с четкими контурами 45 на 32 на 38 мм. Гетерогенные структуры за счет жидкостно-кистозных включений в центре. Активно центрепитально накапливает КВ, кроме центральных отделов. Твердая мозговая оболочка широко не плериджит. Компримирует и оттесняет стволовые структуры, левое полушарие мужичка и его ножки, частично вещество затылочной доли. Неравномерно сдавливает четвертый желудочек. Базальные цистерны деформированы, не сдавлены. На этом фоне червежно-мозговые нервы в области левого мостоможечкового угла отчетливо не дифференцируются. Отмечаются умеренно расширенные перевоскулярные пространства с обеих сторон. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки асимметричны за счет расширения левого. Третий желудочек 8 мм. Сильвовые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон. Умеренно расширенные вдоль конвекситальных поверхностей лобных и теменных долей. Область турецкого седла гипофиз однородной структуры. В размерах не увеличен. 13 на 11 на 6 мм. Хиазмальная область без особенностей. Цереброспинальный переход без особенностей. Придачные пазухи носа. Большая часть ускрыт артефактами. После стоматологического лечения, имплантации. Пневматизация не нарушена. Аневризм. Артерио-венозных мальформаций. Признаков окклюзии сосудов головного мозга не выявлено. Заключение. МР-признаки объемного образования в области левого моста мужичкового угла. Невренома 8. Начальные МР-признаки десулькуляторных изменений. На момент исследования признаков ОНМК и кровоизлияния головного мозга не выявлено. Рекомендовано. Консультация онколога-нейрохирурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова